Добрый день, дорогие друзья, подборчик самых актуальных новостей, произошедшие за последние дни, и начнём мы с нашей любимой рубрики «Как работает долбанная кремлёвская пропаганда». Незыгр пишет, как говорят около Кремля, объявленные президентом 10-дневные майские праздничные дни, с одной стороны, вызвали позитивную общественную реакцию. Дорогие друзья, скажите, пожалуйста, как вы считаете, вот эти вот около Кремля эксперты, политологи, имеющие связи с администрацией президента, с нашей самой-самой-самой верхушкой, Они откуда берут информацию о том, что в обществе позитивная реакция? Они что, спросили шахтёров, лесорубов, доярок, трактористов, медсестёр, воспитателей? С чего они берут эту идею про общественную реакцию? Это попытка вброса. Они думают, что должна быть общественная реакция, и поэтому заранее говорят «А, она по-любому есть». Напишите, пожалуйста, в комментариях, вы рады майским праздникам, в которые вы, скорее всего, не сможете заработать денег? Я уверен, что большинству сейчас либо оставили работать, и никаких выходных не получится, Или вы, дорогие товарищи, просто получаете такой за свой счёт небольшой отпуск. Дальше читаем. С другой стороны, возможны и негативные интерпретации с основой на некоторую юридическую неопределённость. А здесь пойдёт речь о настоящем китке, который сделал президент. Так ожидаемо заявление, что все нерабочие праздничные дни перечислены в статье 112 Трудового кодекса, самостоятельно заменить которую президент не вправе. Оказывается, Путин не был вправе, он права не имел объявлять эти дни нерабочими. Он может внести соответствующий проект закона в Госдуму и Совет Федерации, которые должны это всё одобрить, а уже потом президент подписывает. Но это сделано не было. Таким образом, президентский указ, в частности пункт о сохранении заработной платы в эти дни, для работодателей может быть не указом. Тем более, что состояние пандемии юридически никак не оформлено. Получается, путинским указом вполне законно можно подтереться. Он ничего не стоит, президентский указ. Также возможен вопрос, а как платить тем, кто в эти дни будет работать? Если это всё-таки выходные и праздничные дни, то в соответствии с законом их надо оплачивать в двойном размере или при согласии работника предоставлять взамен отгул. Однако же в указе президента содержится формулировка «нерабочие дни». Теоретически работодатель может отказать в двойной оплате, так как в постановлении правительства номер 1648 от 10 октября 2020 года есть три понятия – рабочие дни, выходные дни и нерабочие праздничные дни. А просто нерабочих дней – такого нет в нашем законодательстве. Подобная неопределённость может вызвать ряд вопросов со стороны, например, профсоюзного движения. При этом, как говорят около Кремля, претензии должны быть напрямую адресованы к Минтруда. Подождите, президент подписывает указ, а виноват во всём министр труда? Да? Чувствуется, чувствуется смекалочка, продуманность, согласованность различных ветвей власти, которые прорабатывали решения, но так и не довели их до завершения. Министерство не сумело вовремя разработать и утвердить рекомендации, правовая база оказалась неоформлена, критика бизнеса снова была нацелена президента. Ситуацию теперь лично разруливает вице-премьер Голикова. Учитывая практику, стоит ожидать внесения поправок в Трудовой кодекс. Это гениально. Человек прыгает с крыши, ломает себе ноги и говорит, а чё это вот вы там тент не натянули, подушки не подложили. В конце концов, почему сейчас не зима? Был бы тут сугроб, мои ноги остались бы целы. Вы виноваты, я не виноват. Это ровно та позиция, которую не зыгр приписывают Путину. Что Путин подписал указ, указ с ошибками грубейшими, которые его обнуляют, делает бессмысленным, бестолковым обманом избирателей, обманом нашего общества, что вроде как некие нерабочие дни объявлены, но в законе такого понятия нет. Либо это выходные дни, либо нерабочие праздничные дни. Одного слова как минимум не хватает. Виноват не президент, который это подписал, который с крыши прыгнул. Виноват Минтруд. Друзья, это как называется? Обрастает новыми деталями история чистки на федеральном телевидении. В медиахолдингах запущены кадровые чистки. Медиапространство готовится к большой перестройке. Госхолдинг ВГТРК первый на прошлой неделе лишился около 50 сотрудников. Под оптимизацию пошли водители, офисный планктон и даже часть креативного состава. Источник сообщает, что все 50 фамилий фигурировали в слитой базе зарегистрировавшихся на апрельский митинг несистемщиков, то есть сторонников Навального. Оптимизированы не только фигуранты, но и их должности. Большая часть ставок к восстановлению не подлежит. И здесь они нам объясняют и рассказывают, что на самом-то деле, а люди уволили не за политические взгляды. Это никакие не репрессии. Нет. Эти должности и так хотели сократить. Ну понимаете, оптимизация это тренд современный. Лишних людей надо убирать отовсюду. И то, что у них какие-то там политические взгляды, ну это просто так совпало. Аналогичные процессы, но пока в меньших масштабах, начали происходить на других федеральных каналах и госизданиях. Сейчас там тщательно сверяют списки с показателями эффективности. Источник отмечает, главная цель – оптимизация. Присутствие же в списках оппозиционных несистемщиков стало лишь поводом для сокращения неэффективных кадров. Так, по словам источника, по итогам проверки на ВГТРК осталось еще примерно 50 фигурантов, к работе которых не было претензий. Подождите. Зачем сверять списки тех, кто плохо работает, и тех, кто является несистемным каким-то там навальнистом или еще что-то? Дорогие товарищи, вы можете просто взять список тех, кто плохо работает, и именно по этому списку самых отстойных сотрудников уволить. Логично? По-моему, более чем логично. А так получается, вы смотрите на эти списки и видите, так, Иванов, Петров, Сидоров. Так, Сидоров у нас прогулял по пьянке, прогулял 8 рабочих дней за месяц, но на митинг Навального он не собирался. Ну ладно, тогда пусть еще поработает. Так, что ли, получается? Другой пропагандистский канал, Москва Лайф, рапортует. Оппозиция действует в своих интересах, мешая планам московских властей по развитию социальной инфраструктуры. Тут сразу должен возникнуть вопрос, а вот эти планы московских властей, они в чьих интересах сделаны? То есть есть оппозиция, есть власть, а народ в их воспаленном мозгу вообще не фигурирует. Москвичи против действий московских властей. И ваше кремлевское счастье, что сейчас у оппозиции нет достойного лидера, нет партии, которая готова вести за собой людей против этих жуликов и воров. Как только появятся, ну, держитесь. Новые известия, оппозиция выпускает пиар на стройплощадках Москвы, пишут, что активнее всех на стройплощадках работают представители КПРФ. Год назад депутат Мосгордумы от КПРФ Екатерина Ингалычева активно противостояла стройке на Мичуринском проспекте. Это там, где сад вырубали, сквер. Депутат Госдумы Антон Морозов от ЛДПР встречается с горожанами, которые отстаивают парк-усадьба Трубецки в Хамовниках. То есть, подождите, есть какие-то горожане, которые отстаивают парк, а депутат просто к ним присоединяется. Может быть, для своего пиара, может быть, искренне хочет помочь. Но горожане-то есть, реально. И московским властям на них плевать. И вместо того, чтобы рассказать историю этих горожан, почему они считают, что парк надо сохранить, рассказывают о том, какая позиция гнилая и нехорошая. Используют тему точечной застройки в Хамовниках и Яблоко. Чем ближе какие-нибудь важные выборы, тем чаще их можно наблюдать на всевозможных митингах и сходах против застройки. То есть, митинги и сходы существуют. И на них приходят простые, мирные, местные жители, которые недовольны теми или иными аспектами работы московской мэрии, городских властей. Но на народ нам плевать, нам важно. Вот власти им виднее. Они же нам бабок подкидывают. Бабок подкидывают. Значит, они святые люди. Сомневаться, ошибаться нельзя. А поскольку проблемных точек в городе на всех оппозиционеров не хватает, иногда они не прочи сами раскачать ситуацию и создать проблему, и нужный им народный протест там, где их и не должно быть. Ага, то есть все-таки есть какие-то правильные протесты народные, а есть неправильные протесты. В таких случаях доходит и до маразма. Например, когда протестующие требуют построить торговый центр вместо школы с детским садом. Это можно конкретную историю? Компанию против ЖК «Город на реке Тушино-18» развернул депутат Валерий Рашкин. С его подачи группа активистов собирает митинг против строительства нового дома, детского сада и школы вместо торгового центра. И вы прочитали верно. Именно требуют торговый центр вместо жилого дома, школы и детского сада. То есть там не просто школа и детский сад. Там именно жилой дом построит, человейник гигантский. И к этому жилому дому будет прилагаться школа и детский сад. Но сейчас мы посмотрим детали. Так или иначе, народный гнев остается эффективным способом давления на застройщиков и сбора политических очков недобросовестными политиками. Недобросовестными, потому что в реальности они понимают, что остановить стройку они не в состоянии. Такое сегодня происходит крайне редко. Именно благодаря таким пропагандонам, как вы. Москва лайф. А вот что пишут местные жители. Когда, да еще при Лужкове, москвичи обманули, обещая, что поле аэроклуба имени Чкалова будет застроено исключительно спортивными объектами. Потом, когда спортивный объект открытия банка арена был готов, Собянин решил, что лужковские обещания его не касаются. На поле аэроклуба, где некогда принимал воздушные парады сам Сталин, набросилась строительная мафия. Ударными темпами там строится три жилых комплекса. Перенаселение дикое. Город на реке Тушино-2018, Холланд-парк и Алия. Тушино-18 почти готов и заселен, но тут жители, отдавшие большие деньги за квартиры в городе на реке, обнаружили, что их обманули в третий раз. Вместо видов на реку они получат виды на стенку другого небоскреба. Волоколамка стоит в пробках, метро переполнено, а детские сады, школы и поликлиники есть только в соседних районах. Отменено даже строительство торгового центра. Вместо него воткнут еще шесть небоскребов. И власти никак не собираются решать проблемы новоселов. То есть вопрос-то не в том, что торговый центр хотят построить. Вопрос в том, что либо торговый центр, либо еще больше домов. А про школы, детские сады там люди и не слышали. Школы, детские сады должны были построить еще вместе с первыми жилыми комплексами, но этого сделано не было. И в этом виноваты непосредственно московские власти, которые должны были проконтролировать весь процесс. Этого не было сделано. Перенаселенные жилые комплексы становятся причиной гибели людей. В прямом смысле этого слова люди умирают из-за грамотного, в смысле неграмотного, строительного плана. Вот на экране вы видите скорую помощь, которая пытается протиснуться сквозь ряды машин, которые запаркованы, ну как смогли, так и запарковались. А скорая проехать не может. Проехать там невозможно. Не было предусмотрено парковочных мест, не было предусмотрено нормального дорожного сообщения. И в итоге человек просто не дожидается скорой помощи. Скорая не может проехать через вот это нагромождение автотехники. А как иначе может быть, если на людей всем наплевать, если продают квартиры без расчета, а как там в этих квартирах потом вообще надо жить. Напомню, что у нас в Москве строят сейчас по реновации вот такие дома. Здесь кладка у нас. Вот как считается кладка. Одной рукой, пальцем, наверное, даже. Так считается. Если чуть сильно пьернуть, она падает. Достаточно резкий и достаточно сильный порыв ветра может обвалить целую стену. Облицовку у стены вот с иголочки только что построенного жилого комплекса. И когда у нас начнутся техногенные катастрофы на каждом шагу, когда выяснится, что все эти построенные дома вообще непригодны для проживания, куда деваться людям, которые все накопленные за десятилетие деньги вбухали в покупку квартиры. У нас это в стране именно так и происходит. Мы несем все, что скопили непосильным трудом, все, что там выплачиваем ипотеку по 20-30 лет банку, а потом оказывается, что это яйца выданного не стоит. Пройдет 10 лет, вы выплатили только половину ипотеки, даже меньше половины, а потом оказывается, что дом-то под снос, он непригоден для проживания, он построен из таких материалов, он построен с такими ошибками, что его даже капитальный ремонт не спасет. Уже через 5-10 лет это начнется по всей стране. Жители Дегунина пытаются спасти от сноса школьный стадион. Ситуация очень странная. На месте стадиона началась стройка другой школы и жители уже собрали более 300 подписей президенту за остановку строительства. Они как непонятно кто дебилы, хотят снести школу. Но зачем сносить стадион для всех? Он нужен для всех. Всем привет, это наш Север, мы находимся на улице Базовской. Рядом с ней будут сносить школьный стадион, чтобы построить новый корпус. Расскажите, пожалуйста, что будут строить? На месте стадиона нашего будет строиться школьный корпус на 400 мест. Вопрос жителей не в том, что школу не надо строить, вопрос в том, что нам нужно оставить стадион. Потому что есть тут пустырик, где можно построить прекрасную школу и там в принципе запланированы эти участки под школу. Я лично бывший ученик этой школы. И вот почему я собираю подписи, значит, две причины. Первая причина, я не понимаю, почему правительство Москвы не могло определить раньше, насколько людей нужно было построить школу. Во-вторых, я собственно сам футбольный болельщик, и я хочу, чтобы люди занимались и спортом, и тем более футболом. Такого прекрасного стадиона у нас нет во всем, наверное, микрорайоне. Мужчин у нас футбольная команда, они там играют периодически. Не периодически, а летом. Летом часто, когда дождя нет, играют каждый день. С ребенком мы играем и круглый год, и летом, и зимой. Ну зимой, конечно же, у нас и снежки, и снежные бабы, и крепости, ну все как полагается зимой. Летом, разумеется, футбол, нагонялки, вокруг велосипедные гонки. Вот позиция местных жителей. Но на нее плевать всем, и пропагандистам, и чиновникам, и депутатам. А силы, которые готовы людей объединить и повести за собой, пока что в российской политике не наблюдается. А средства массовой информации и проплаченные телеграм-каналы будут рассказывать, что безумные люди мешают, мешают модернизировать, развивать город, социальную инфраструктуру. Понимаешь ли, против строительства школ? Против строительства школ на месте стадиона другой школы. Вот в чем вопрос. Вопрос в том, почему нормальный участок не смогли подобрать или не захотели подобрать. Дорогие друзья, вместе мы сила, вместе прорвемся. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, делайте репосты, если есть возможность. Именно ваша активность позволяет нам распространить правду по интернету. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok